Областной семинар профсоюзных лидеров ЖКХ начался до официального открытия, как сказали бы раньше, с наглядной агитацией. Все стены в коридоре были увешаны стендами под общим названием «Коллективный договор в действии». Здесь представлены победители профессиональных конкурсов, авторы рационализаторских предложений, фотографии путешествий по Золотому кольцу России по Волге, участники «Лыжни-10» и различных спортивных соревнований, победители конкурсов детских рисунков и десятка-два не меньше различных дипломов и грамот. И весь этот калейдоскоп жизни предприятия венчала газета с призывом «Завидуйте предприятия, где есть профсоюз». Словом, поучиться гостям теплосетей было чему. Жень движется и на месте не стоит, поэтому, наверное, нужно учиться, учиться каждый день, учиться друг у друга, учиться у того, что есть лучшего, наверное, в странах Захода, учиться у того, что есть сегодня в других отраслях. Подобный семинар проводился в теплосетях три года назад. И для предприятия, считает его генеральный директор, это честь. Гордости нашего предприятия, могу сказать, что за последние какие-то 20-20 лет текучесть кадров на предприятии минимальна. Но для того, чтобы это все состоялось, естественно, руководству предприятия по Союзному комитету приходится принимать буквально все возможные и невозможные меры. Григорий Васильевич подробно останавливается на решении проблем безопасности, как технологической, так и эксплуатационной. Специалисты предприятия изучили самый прогрессивный отечественный и зарубежный опыт специфики работы котлов. В результате ЧП здесь нет. У нас сейчас на практически 90% котельных используется устройство автоматического запуска. То есть оператору надо подойти к счету, нажать на кнопку, и все остальное за него делает автоматик. Вот я считаю, что именно эта позиция, она как бы определила во многом и наше спокойствие, и спокойствие персонала за бой неправильных действий, которые нам могла бы совершить в тех или иных ситуациях. Если бы везде так заботились о людях. Низкий поклон вам. Я вам хочу, вас поблагодарить прежде всего за ту активность, которую проявляют члены профсоюза. Прежде всего хочу поблагодарить директора. Спасибо вам огромное за поддержку. Наталья Ковалева, инженер-эколог, председатель правкома, свое выступление начало с цифр. Профсоюзная организация наша, как сказать, и большая, и небольшая. Насчитывает она 480 человек из 550 работающих. Участников семинара заинтересовал опыт теплосетей по награждению победителей конкурсов лучшей по профессии. Они получают доплату зарплате от 5 до 30 процентов, потому в этом году от желающих посоревноваться не было отбоя. Все выступающие на семинаре, инженер-профор Вера Шабле, ответственный за спортивную работу механик гаража, начальник отдела по охране труда и подготовке кадров Лидия Милова, не являются освобожденными профсоюзными работниками. Но они с удовольствием и ответственно занимаются общественной работой, понимая, что профсоюз защищает не только права и интересы трудящихся, но и решает проблемы всего коллектива. Директор признался, что он не выдает пособий к отпуску не членам профсоюза. Зинаида Кузьмина, ее называет хозяйкой территории, она возглавляет территориальный совет профсоюза системы жизнеобеспечения, говорила о том, что реформа ЖКХ за 20 лет не принесла ожидаемых результатов, как и повышение тарифов. Об этом пойдет разговор на очередном съезде профсоюзов ЖКХ. Продолжение следует...